Нам привезли нового клоуна, ну как нового, старого, который достался в наследство от Порошенко, потому что я напомню, чем занимался Саакашвили при президенте Порошенко в своем друге, и они были друзьями, и они остались друзьями, то есть они друзья. То есть что делал Саакашвили? Сначала его подрядили в 2014-2015 году, потом в начале 2016-го, он мочил Яценюка и Народный фронт, то есть в угоду Порошенко. То есть он выполнял вот эту задачу, воевать с Народным фронтом, ослаблять позиции Народного фронта и усиливать позиции Порошенко, потому что мы помним, что когда в 2014 году, по сути, власти не поделили на двоих, и Яценюка продавливали в принципе штаты, ну а Порошенко нужен был свой пример, ну чтобы посадить его на финансовые потоки, потому что не имея своего примера, нормально как бы страну не поделиваешь. Поэтому Саакашвили мочил Яценюка, там воевал с Аваковым и так далее, а после этого, после того, как Яценюка сняли, Саакашвили на какое-то время затаился, и ему придумали новую, то есть Порошенко ему придумал новую роль, а теперь ты у меня будешь контролируемой оппозицией. Потому что как раз в 2017 году, тогда очень сильный был уровень недовольства людьми Порошенко, и поскольку вот это вот недовольство могла оседлать, взять под контроль реальная оппозиция, я помню, что в 2017 году Тимошенко готовила акции протеста, надо было своего какого-то клоуна ручного выдвинуть, который имитировал бы оппозицию. И вот тогда мы помним, в 2017 году, история с появлением Саакашвили, прорыв границы, он прилетел, потом какие-то акции протеста, которые контролируемые, он организовывал, имитировал борьбу с Порошенко, Порошенко боролся с ним. Потом все смеялись от этих имитаций, вот этих акций протеста, которые проходили, потом он бегал по крышам. Ну, короче, полгода устраивали нам вот этот вот балаган, при этом по социологии было понятно, что в принципе сняли вот это вот, ну там, социальный пар выпустили более-менее. То есть, потому что вот был человек, который кричал Порошенко, вы барыги, ну вот это вот, бла-бла-бла, вот это все. Ну, короче, разыграли, ну а потом, ну сколько, ну вот полгода вот это они шоу разыгрывали, и уже там в 2018 году, в принципе, та же социология показала, что уже это не работает, все скучно, и пора Саакашвили было, ну, типа, удалять под видом депортации страны. Ну, поскольку это, как бы так, ну нельзя же было просто сказать, ребята, вы тут всю страну разыграли, и Саакашвили имитировал оппозиционера. Поэтому надо было его типа депортировать, ну, мы помним вот этот весь балаган с его депортацией, как его вывозили, а потом он спокойно выходил радостно из самолета, где его там в Польшу куда-то его усаживали, весь, короче, вот этот цирк. То есть Саакашвили, ну, как бы отработал свою задачу у Порошенко, имитировал оппозицию, провели там выброс пары населения, а потом уже началась, ну, как бы началась там президентская кампания, и всем уже, ну, в принципе, украинцы уже включились там в другой балаган. Поэтому, соответственно, сейчас что надо Зеленскому? Зеленскому надо новый яркий клоун, который, с одной стороны, будет, ну, веселить людей, то есть надо балаган создавать, потому что все эти клоуны, которых привлекали у Зеленского, они оказывались очень скучные. Ну, какие клоуны там с этого, с Гончарка, там, Шмыгаля, ну, у них лица скучные, как бы, ну, что они там, на фоне Шмыгаля вообще даже Зеленский уже начал казаться клоуном, да, то есть надо какого-то политика, которая, с одной стороны, будет веселить массы, с другой стороны, будет имитировать борьбу с какой-то мифической коррупцией, то есть он должен будет, желательно еще там бебебекать Савакова, ну, по старой доброй схеме, то есть кто-то должен будет сидеть в кабине и кричать, коррупционеры, мы поборем коррупционера, вы все тут коррупционеры, коррупционеры вы все коррупции, и только Зеленский. Ой, великий Зеленский, он знает, что надо бороться с коррупцией, вы все коррупционеры. Ну, короче, еще на полгода или на год устроить балаган, плюс на фоне клоуна Саакашвили Зеленский будет выглядеть серьезным президентом, что тоже немаловажно, потому что, ну, как они не пытаются с него, ну, там, слепить серьезно, у него все равно не получается. А так на фоне Саакашвили, он вообще городской сумасшедший, да, ну, роль он такую играет, то есть он, ну, сам по себе он не городской сумасшедший, но у него такая роль, то есть он продает эту роль. Ну, вот как Лешко продавал роль оппозиционера, да, но Лешко уже старый списанный клоун, его уже никто не хочет. Теперь Саакашвили будет бороться. Мало того, Саакашвили надо, помимо того, что он будет бороться с мифической коррупцией и со всеми тут гавкать на всех врагов Зеленского, Саакашвили, я думаю, поручит очень важную роль бороться с Порошенко. Потому что, ну, имитировать бороться с Порошенко, потому что мы же понимаем, что, ну, никаких посадок нет и не будет, мы же понимаем, что Зеленский это преемник Порошенко, у них там тесная связь, то есть отец-сын там, сын за отца, ну, дальше по тексту. Соответственно, но люди же, это миллионы людей, которые подозревали Зеленского, начинают что-то подозревать, что как-то, вы понимаете, что-то же уже не так. Год прошел, а никого не сажают. Соответственно, надо устроить какое-то шоу борьбы с Порошенко. То есть кто-то приближенный к Зеленскому, то есть не сам Зеленский, а кто-то, и поэтому создают такое приближение Зеленского к Саакашвили. Или мог сам президент попросил Саакашвили, там, стать реформатором, бла-бла-бла. Кто-то, например, от имени президента будет бороться с Порошенко. Они будут друг на друга там, гава-гава, эй, Порошенко, коррупционер, барыги, барыг, барыг, барыг. Ну, там, Порошенко будет, ай, ты там, умри, тварь. Вот это, короче, будут этот балаган разыгрывать. Плюс тут есть еще одна важная политтехнологическая цель. Мы видим, что как в 2018 году сознательно политехнологами Порошенко и Зеленского разыгрывались два противника. То есть под президентские выборы был Порошенко и был Зеленский. То есть они типа вот друг с другом вроде как боролись, и за скобки сразу выпадали все остальные оппоненты. И социология рисовалась. То есть самые высокие рейтинги у Зеленского и у Порошенко. То есть они вот это вот имитировали друг с другом борьбу. И, соответственно, все понимали, что Зеленский там борется с Порошенко. Порошенко потом будет бороться с Зеленским. И понятно, почему у них там такие высокие рейтинги. Соответственно, теперь вот эту схему собираются разыграть наоборот. То есть они разыгрывают, значит, есть власть, это Зеленский, и у власти есть единственная оппозиция, с которой она борется, это Порошенко. Соответственно, больше нет никаких там, еще какие-то мошенки не существуют. Их там, этих людей просто нет. Вот есть президент, власть, и есть Порошенко, оппозиционер. Соответственно, и для взаимного поднятия рейтинга друг друга они должны друг с другом бороться. Соответственно, для этого и будет использоваться Саакашвили, который будет от имени Зеленского бороться только с Порошенко. И все украинцы, которые недовольны Зеленским, будут понимать, что если в команде Зеленского есть люди, которые воюют с Порошенко, значит, это якобы единственный оппозиционер, которого Зеленский боится. И Порошенко это настоящая оппозиция. И, соответственно, и под это будет рисоваться точно так же социология. И она уже рисуется. Мы если посмотрим, рейтинги рисуют там «Слуга народа», потом почему-то уже вторая идет «Европейская солидарность», и дальше там ниже, ниже, ниже все остальные. Ну, все рейтинги у нас по ЭКВ это. Но точно так же, как под президентские выборы рисовались рейтинги Зеленскому, Зеленский первый, второй Порошенко, сейчас точно так же социология, которую по-прежнему оплачивает Илья Порошенко и Зеленский, рисует там Зеленского и его главного оппозиционера, ну, главному ему оппозиционера Порошенко. И вот они там имитируют борьбу с друг другом, взаимно повышая этой борьбой друг другу рейтинг. И вот в рамках вот этой вот имитации борьбы Саакашвили будет играть роль такого вот борца с коррупцией и борца с попередниками в лице Петра Алексеевича, чтобы все забыли, что кто-то, собственно, его там пытался, кто-то обещал, что-то его посадить. Не, не, не. Ну, у нас теперь есть Саакашвили, вот теперь Саакашвили точно накажет Порошенко, а это же Саакашвили поручил сам Зеленский, то есть в глазах избирателей должна будет выстроиться некая тесная связь о том, что Зеленский борется с Порошенко. Хотя, опять же повторюсь, у них прекрасные отношения. Порошенко привел Зеленского к власти, Порошенко сделал все, чтобы во второй тур не вышла Тимошенко, и вышел он сам вместе с Зеленским, и они на двоих разыграли вот этот балаган под видом второго тура. Мы видим, что когда надо Порошенко дает голоса в парламенте для того, чтобы голосовать за нужные законы и там Зеленского, и Порошенко, ну, в частности, за продажу земли, поэтому нам продолжают разыгрывать балаган, и теперь нам, как я уже говорю, подвезли нового клона в лице Саакашвили. Ну, а поскольку у нас люди, наверное, уже забыли, какой веселый был парень с 2017 года, все-таки уже несколько лет прошло, то есть он теперь опять новый, и поэтому все опять с интересом будут смотреть все тот же цирк, который Саакашвили разыгрывал в 2017 году, только уже на пару с Порошенко. Саакашвили. Саакашвили.